привет друзья интересная ситуация произошла дело было так многие из вас мудрых людей знают о том что с врановыми птицами если вы с ними гуляете требуется обязательно надевать опутинки или это амуниция для врановых птиц что-то типа шлейк поводков надевается на лапки и вы спокойно гуляете со своей птицей сажаете ее на руку она от вас никуда не улица и она от вас чуи и птица от вас никуда то есть экипируете вашу птичку и со спокойной душой гуляете на улице наша ворона капли еще в молодом возрасте получила травму лапки также она является арахитом с детства болеет арахитом вот и опутинки ей противопоказаны но гуляет она у нас на улице только в летний период времени когда она более менее лысоватая и как раз у нее идет линька почему потому что когда уже наступает осень или конец лета ворона хорошо зарастает и как раз в этот момент можно не доглядеть и попрощаться с вороной вот по моей халатности и по моей так сказать рассеянности чуть не пресс не произошла такая ситуация спасибо собаки марте потому что ворона капли собака марта это кореша друзья с детства и только из-за того что рядом есть собака ворона не покидает нас на улице прошу вас на экран приветствую дорогие друзья просто хочу вам дать один дружеский и жизненный совет когда вы ходите с вашими врановыми птицами на улицу гулять так сказать получать ультрафиолет не забывайте обо путинках надевайте так сказать этот птичий поводок шлейку на птиц и будет вам счастье наша ворона не носит их виду травмы лапки и вот сейчас у нее подошла к концу сезонная линька оперение почти восстановилась и она взмыла от меня вот на дерево ну благо я как обезьяна по этим деревьям лажу ну и это означает то что этот сезон для капли заканчивается именно гуляльный сезон потому что когда она полностью зарастает мы ее фактически не выводим гулять вот так вот каплюша ты же сама не будешь слезать да вот видите как сидит на дереве красотка давай слезай лезть не охота конечно ну наверно придется до капли слезай каплюх марта ты случайно не умеешь по деревьям лазать хозяин ну я разве похожа на мартышку нет я собака сам залезай за вороной от любого громкого звука ваша врановая может от вас вот так вот улететь а если оперение и в полном порядке она не просто вспорхнет на дерево она улетит с концами дорогие друзья она улетит на ель на сосну и так высоко что никаким эвакуатором вы ее оттуда не достанете капля давай пошли вниз капля пошли домой пойдем пойдем домой пойдем 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 девочка пойдем пойдем пошли пошли домой капля 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 заставляешь обезьяну тебе лезть ну ну что индейцы хорошо было на дереве страшно да скажи капля трактор виноват или машина там что проехала до испугала меня он ворон вороны сверху возмущаются что за леди поселилась на их районе поэтому дорогие друзья путинке в первую очередь если птица не может их носить по той или иной причине то наверное хорошо с ними не гулять есть еще вариант подстригать маховые перья у врановых в этом ничего страшного нету и но именно эти перья отвечают за полноценный полет птиц то есть состригли и все птичка от вас никуда не убежит потому что если была травма лапки и а путинке нам не светят ну что получается исключить прогулки минусы будут только в том что птица находясь дома не сможет запрыгнуть на высокие поверхности допустим вот любила она к вам на письменный стол запрыгнуть или на антресоль ну вряд ли у нее выйдет это сделать без маховых перьев вот ну а так чтобы не получалось таких глупых ситуаций как у меня советую конечно вам амунировать птицу а путинки и шлейки все что угодно ну что на дереве это хорошо было у нас ворона капля дружит собакой мартой и именно это поспособствовало тому что ворона находясь на ветке спикировала к собаке непосредственно если бы такой дружбы не было она могла улететь в любом другом направлении и не факт что я бы ее нашел я так понимаю не у всех друзей канала и наших гостей врановые дружат собаками которые в любой момент приведут хозяев к птице потерянной птице поэтому друзья вот по этому опыту прошу вас надевайте опутинки ну и в крайнем случае как я говорил делать стрижку маховых перьев вороны здесь вокруг нервничают потому что мы навели беспорядок да все хорошо не переживай не переживай вообще период прогулки с вороной капли у нас это лето когда она более лысая у нее линька тогда она не может полноценно летать ну когда линька подходит концу то конечно нужно перестраховаться марта тебе следует выразить благодарность ворона привязалась к тебе не было бы тебя рядом улетела бы конечно летает еще не очень но и я думаю поиски затянулись бы надолго спасибо марта спасибо так друзья ну и напоследок покажу как собака ворона капля возвращается в переноску и мы идем домой на руках она сидеть не любит давай возвращайся нет нет марта тебя не понесет давай давай переноску переноску до дому нет это не обходи давай ну почему без камеры все идеально когда снимать начинаешь давай домой может нет на самом деле возможно очень хорошо на улице давай вперед хорошая ворона но вот так да видите еще и возникать будет все молодец и закрываем вообще процедура стрижки маховых перьев абсолютно безопасно в свое время мы так стригли утки марта это было 100 ты что тихо свое время мы так стригли перья уткам они постоянно старались улететь как только перья отрастали и маховые перья нужно было раз раз наверно в два месяца в три месяца постригать и все все было нормально да собака марта у тебя вот нет маховых перьев ты никуда не улетишь спасибо тебе на том дорогие друзья держащие птиц у кого происходила подобная ситуация и кто имеет содержание тоже птицу инвалида которые противопоказаны о путинке расскажите пожалуйста в комментарии как вы выходили из этой ситуации какое приняли в итоге решение полностью оградить своего любимца от улицы или все-таки подрезали маховые перья напишите пожалуйста обсудим в комментариях для тех кто не очень понимает о чем и о чем идет речь сразу скажу это не отстригание крыла это просто стрижка перьев то же самое что вы отстригли колтун вашему котику или подстригли шерсть вашей собаки которые требуются просто стрижка перьев не крыльев